Когда Барбара Брыльска переодевалась на Мосфильме, в комнату вдруг зашел работник съемочной группы и ошарашенно посмотрел на актрису. Будущую Настю Шевелеву это нисколько не смутило. Барбара засмеялась и выпалила. «Закрой дверь с той стороны, а то больше на жену не взглянешь». Эльдар Рязанов очень долго искал актрису на роль Нади для своей «Иронии судьбы» или «С легким паром». Он пересмотрел множество советских красавиц того времени. Вы удивитесь, но на роль учительницы русского языка, проживающей по адресу город Ленинград, 3-я улица строителей, дом 25, квартира 12 пробовались Валентина Талызина, Светлана Немоляева, Ольга Волкова, Марина Миримсон, Людмила Гурченко. Позже мэтр кино рассказывал, что эти девушки хороши были всем, только как все актрисы Советского Союза, у них отлично получалось играть трагичность, трудовой энтузиазм, существовала грустинка в глазах. Эльдару Рязанову было нужно женское обаяние, шарм с налетом таинственности, сексуальность. А если актриса будет еще и красивая, то это просто попадание в десятку. Актриса никак не находилась. Режиссер пересмотрел фотографии почти всех актрис того времени в возрасте 30 лет. Никто не подходил. Съемки задерживались. Было отснято множество сцен без главной героини. И в это время Эльдар Рязанов смотрит работу своего польского коллеги Романа Залузского «Анатомия любви». Вот она. Меня поразила красота актрисы Барбары Брыльской, рассказывал спустя много лет постановщик. Я незамедлительно узнал номер телефона актрисы и позвонил ей сам. Барбара была польщена, потому что режиссеры, как правило, не звонят сами актрисам, а ей позвонил сам Рязанов, известнейший режиссер Советского Союза. Это то же самое, как если сейчас актрисе второго плана позвонит известный голливудский режиссер и предложит роль в своем фильме. Конечно, молодая польская актриса ответила согласием и полетела в Москву. Надо сказать, что на пробах сразу же возникли нюансы. Вместе с западноевропейским шармом у актрисы был хриплый голос с акцентом, который никак не шел учительнице русского языка. Эльдар Рязанов попросил Валентину Талызину дублировать Барбару Брыльску. Конечно, Талызина, которая сама претендовала на роль Нади Шевелевой, согласилась, но высказала свое видение с присущей только ей прямотой режиссеру. Их отношения испортились на много лет. А когда Барбара Брыльска получила государственную премию СССР, то гневу Талызиной не было предела. Съемки фильма проходили очень непросто. Как назло, в ту пору в Ленинграде совсем не было снега. Мороз есть, а снега нет. Что делать? Все, что мы видим в фильме, это бутафория снега из ваты и мелко накрошенного пенопласта. На крыше домов вату приклеивали, чтобы ее не сдуло. На деревья клеили бумагу. Польская актриса очень не хотела целоваться ни с Юрием Яковлевым, ни с Андреем Мехковым. Хотя по сценарию ей пришлось это делать, но сыграла она свою роль, по ее словам, без удовольствия. Барбара пояснила позже, что эти актеры совсем не были мужчинами ее мечты. Тем более, я тогда была влюблена, и мне всегда нравились красивые мужчины, повторяла Барбара Брыльска в интервью. Почему она посчитала Андрея Мехкова и Юрия Яковлева некрасивыми, Барбара не уточнила. Актриса добавила, что Андрей Мехков и Юрий Яковлев целовали ее с очень большим желанием, а она сопротивлялась этому. Александр Ширвиндт вспоминал, что знаменитая сцена в бане снималась на самом деле, в мае месяце, в павильонах Масфильма. Перед этим у Александра Белявского был день рождения, и каждый принес по бутылке водки ради такого случая. Ванная в каждой квартире. Это правильно. Это удобно. Киргий Бурков незаметно поменял бутафорские бутылки водки на настоящие, и актеры с очень большим воодушевлением играли эту сцену. Эльдар Рязанов не сразу заметил происходящее в кадре. А когда он понял, что к чему, то был разозлен, остановил процесс и всех разогнал. На следующий день всех актеров вызвали на строгий разбор. Теперь на съемочной площадке Эльдар Рязанов лично контролировал каждую бутылку с водой, тщательно проверяя, нет ли в ней запаха спиртного. Ширвинд и сотоварищи в шутку подкалывали мэтра, что вчера снимались, будучи действительно под шофе, а теперь должны лишь изображать состояние опьянения. «Как же это потом на монтаже правдоподобно соединить?» – сетовали актеры. Режиссер резко ответил. «Вот и посмотрим, какие вы артисты. А то для таких ролей можно было бы и с улицы людей набрать». Съемки продолжились на следующую ночь. Актеры были трезвыми и очень хорошо сыграли подвыпивших друзей Жени Лукашина. В фильм вошли именно те дубли, где актеры трезвыми играли пьяных. Юрий Яковлев рассказывал, что сцена в ванной снималась в холодном павильоне Мосфильма. Актер мужественно около получаса отстоял под ледяной водой. И крылатая фраза «Ой, тепленькая пошла!» была сказана им спонтанно. Эльдару Рязанову понравился экспромт актера, и он включил эпизод в фильм. Фраза стала крылатой, а Юрий Яковлев простудился потом. Он несколько дней пролежал с температурой и больным горлом. Фраза «Какая гадость! Какая гадость! Это ваша заливная рыба!» Прозвучавшая из уст Яковлева и ставшая крылатой, тоже была его импровизацией. «Эта заливная рыба, которую принесли реквизиторы на съемочную площадку, действительно была отвратительной, с неприятным запахом», — вспоминал позже актер. Валентина Талызина до сих пор с улыбкой вспоминает о совместных сценах с Лией Ахиджаковой, знакомой ей еще со студенческих времен. «Наши музыкальные сцены — это отдельная история. У Лии, кажется, слух еще хуже, чем у меня. Когда мы начали петь, вся съемочная группа едва сдерживала смех, и тут побледневший Рязанов подошел к композитору и сказал, «Это же твоя музыкальная сцена!» «Сделай что-нибудь! Научи их хотя бы немного петь!» Микаэль только развел руками. «Этому научить невозможно!» Эльдар Рязанов случайно оказался в кадре в эпизодической роли недовольного пассажира самолета, на которого все время заваливается спящий главный герой. Эта роль не была задумана заранее, но во время съемок сцены стало ясно, что для ее полноты нужен еще один актер. Съемка проходила в воскресенье в аэропорту, и за окнами самолета уже пускали дым для создания эффекта полета. Времени искать актера не оставалось, и операторы предложили самому Рязанову появиться в кадре. Помню, от волнения нацепил очки, будто это меня замаскирует. Смеялся потом Рязанов. Сел, взял газету, а дальше все как обычно. Камера, мотор, стоп, снято. Интересная история того, как вообще появилась идея снять эту новогоднюю комедию. В 1969 году Эльдар Рязанов и его соавтор Эмиль Брагинский получили от москонцерта заказ на сценарий для новогоднего вечера. Одну из реприз они построили на реальной истории, связанной с композитором Никитой Богословским, известным своим остроумием и любовью к розыгрышам. В один из таких дней Богословский, напоив одного из своих многочисленных друзей до беспамятства, усадил того в поезд Москва-Владивосток, передал проводнице щедрую купюру и попросил следить, чтобы пассажир все время был под градусом. Придя в себя через восемь дней в далеком Владивостоке, товарищ оказался в полной растерянности, сталкиваясь с забавными ситуациями, пытаясь понять, как он оказался на другом конце страны. Первоначально роль жениха Нади Веронии судьбы была предназначена Олегу Басилашвили. Для него уже подготовили костюмы и даже отсняли несколько сцен. Но внезапно скончался его близкий друг и коллега по БДТ Ефим Капелян. В связи с этим художественный руководитель театра срочно вызвал Басилашвили для замены и в фильм пригласили Юрия Яковлева. Интересно, что в эпизоде, где Надя поднимает с земли выброшенную фотографию Ипполита, на снимке по-прежнему изображен Басилашвили. Случился на съемках и служебный роман. Страсти разгорались не только на экране. Нина Скуйбина тогда была главным редактором на Мосфильме. Эльдар Рязанов, будучи женатым, совершенно потерял голову из-за нее. Нина часто приезжала на съемочную площадку. Делился оператор иронии судьбы Владимир Алисов. Они с Рязановым были полной противоположностью. Он немного резкий, она утонченная и очень спокойная. Ее присутствие словно успокаивало его. В ее обществе он становился мягче, добрее, всегда улыбался, фонтанировал идеями и буквально сиял от счастья, внимательно прислушиваясь к Нине. А когда ее не было рядом, Эльдар выглядел напряженным и рассеянным, будто терял внутренний баланс. Она заботливо привозила ему еду, и казалось, что без Нины он просто не мог работать в полную силу. Эльдар Рязанов в своей книге писал «С помощью нашего фильма мы хотели обратиться к сердцу каждого зрителя и сказать «Даже если в твоей жизни сейчас непросто, если тебя преследуют неудачи, пошатнулось здоровье или ушла любовь, помни, что нужно верить в людей, что жизнь полна красоты и чудеса реальны». Съемки завершились в июне, и фильм пролежал на полке шесть месяцев, в ожидании наступления 76-го года и новогодней телепремьеры. За эти полгода до Рязанова доходили тревожные слухи. Однажды председатель Госкино Ермаш, встретив режиссера, с усмешкой сказал «Слышал у тебя проблемы с твоим фильмом на телевидении? Не хотят выпускать, мол, за пропаганду пьянства?» Ирония судьбы или с легким паром стала не просто любимым фильмом, а настоящим символом новогоднего чуда и светлой надежды. Эта история о случайной встрече, перерастающей в настоящее чувство, каждый год напоминает о том, как неожиданно жизнь может повернуться к лучшему. Фильм, наполненный теплотой, юмором и искренностью, год за годом собирает у экранов миллионы людей. Как бы говоря, даже если все кажется запутанным и трудным, где-то на пути нас ждут добрые случайности, новые встречи и вера в простое человеческое счастье. Если вам понравилось видео, то подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, сколько поколений в вашей семье смотрят этот фильм. До новых встреч!